Смартфон, который работает на процессоре MediaTek Dimensity 8220 Ultimate 5G, имеет AMOLED-дисплей с диагональю на 6,8 дюйма, стильный дизайн, основной сенсор Sony IMX 890 на 50 Мп с разрешением для видеосъемки 4К 60 ФПС, фронтальный сенсор также на 50 Мп с разрешением 4К 60 ФПС, отличная автономность, обширный функционал, хорошо реализованная операционная система HiOS 14 версии, и это только малая часть того, что представляет из себя новинка под названием Tecno Common 30 Pro 5G. Перейдем к обзору. Распаковка. Поставляется этот смартфон в белой-синей коробке из плотного картона, на ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сам смартфон, качественный пластиковый чехол, который выполнен под дизайн смартфона, защитная пленка на смартфоне и помимо пленки в комплекте также есть непосредственно защитное стекло, гарантийный талон, краткое руководство, блок питания на 70 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для излечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Весит смартфон 187 граммов, а габариты 164 на 75 на 8 мм. 7 обзоров в неделю выгружая, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца это Poco X6 Pro и первый уже улетел победителю. Чтобы участвовать, необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов, там же написать свое имя в телеграме, либо написать его в описании к своему каналу. Обязательно открыть подписки и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме победите, напишу, не обязательно на стримах присутствовать. Начнем. Приобрести 30 Pro 5G можно в черной расцветке с тыльной частью из стекла, а также в серой, у которой тыльная часть выполнена из эко-замши с шероховатой, но мягкой поверхностью. Дизайн модели запоминающийся и стильный. Из элементов дизайна я бы выделил кольцо с насечками в области блока камер, интересно оформленную LED вспышку, рядом с которой расположили красный индикатор уведомлений, серебристую вставку в верхнем правом углу тыльной части смартфона, саму крышку из эко-замши, а также прямые грани. Качество материалов отличное, в руке лежит данная модель приятная и удобная. Далее, на корпусе с одной стороны расположили кнопку питания и качели регулировки громкости, с нижней части мы видим разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофон и динамики, а с верхней части можно заметить еще один основной динамик, надпись Dolby Atmos, ИК-порт и еще один микрофон. Что касается звука, динамики громкие, звучание приятное и объемное, удобно, что в настройках есть предустановки для различных сценариев использования. Линейный вибромотор по оси X довольно мощный, ко всему можно настроить тактильный отклик. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением 2436 на 1080 пикселей. Сразу к плюсам. Минимальные рамки, плоский экран, небольшой вырез под фронтальную камеру с функцией Dynamic Port для отображения различной информации с помощью анимации в области фронтальной камеры и частота обновления экрана до целых 144 Гц. В настройках также можно выбрать 120 Гц, 60 Гц или автоматический режим подбора частоты, а также непосредственно 144 Гц. Отдельно подчеркиваю, что данная модель имеет характеристики флагманского уровня по более доступной цене. Яркость по моим замерам на 100% 720 люксов, яркости для повседневного использования достаточно. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, плотность пикселей 393 ppi, мультитач есть и на 10 касаний экран откликается моментально. Сенсорный отклик хороший, как в играх, так и при обыкновенном использовании смартфона. Полноценный Always-On Display на борту. Для защиты зрения есть отдельный режим с настройкой, плюс можно регулировать светопередачу и персонализировать интерфейс. Показатели ШИМа хорошие, выше 13% ШИМ не поднимается. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лица срабатывает быстро даже под углом. Сканер отпечатков пальцев показал себя также достойно. Биометрические данные можно завести только одного лица, а отпечаток пальца можно завести пять раз. Разные пальцы. Летим дальше. Процессор здесь установлен Mediatek Dimensity 8200 Ultimate 5G с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,1 ГГц. Графический процессор Mali-G610MP6. Система охлаждения состоит из 9 слоев. Общая площадь охлаждения 14500 мм квадратных. Операционная система HiOS 14. На базе андроида 14 версии. В настройках можно обнаружить такие полезные функции, как Android Auto, плавающие окна, смарт-панель, смарт-хаб для передачи контента между приложениями, детский режим и не только. Оперативная память LPDDR5 на 8 или 12 ГБ. Расширить ОЗУ возможность есть. Можно расширить сверху еще на 6, 9 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS версии 3.1 на 512 ГБ. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка 5G сетей, 4G сети и ниже. Связь смартфон ловит хорошо и стабильно, датчик приближения отрабатывает без нареканий. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, NFC модуль. В наличии на данный момент для оплаты NFC модуля можно установить MirPay. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч, 30 Pro 5G поддерживает быструю зарядку до 70 Вт и заряжается смартфон от родного адаптера питания с 0 до 100 за 48 минут, от 0 до 50% за 20 минут, что довольно быстро. У смартфона есть несколько режимов зарядки, умный режим с ИИ контролем скорости для достижения наилучшего эффекта, низкотемпературный режим, который сводит к минимуму выделения тепла и продлевает срок службы аккумулятора. При этом он может работать при температуре до минус 20 градусов, а также обходной режим для питания напрямую от адаптера питания на материнскую плату в обход аккумулятора. Смартфон не перегревается, а батарея сохраняет заряд, что продлевает срок ее службы. При просмотре видео на YouTube за 1 час уходит 5% заряда, в PUBG New State за 1 час в среднем уходит 22%, в более тяжелой игре Genshin Impact за 1 час уходит 28% заряда. Удобно, что можно включить режим оптимизации расхода заряда аккумулятора или наоборот включить высокопроизводительный режим. В играх смартфон показал себя отлично, играть комфортно, а для улучшения игрового процесса производитель предоставил игровой режим с вспомогательной панелью, функции борьба с зависимостью игр, стилями отображения графики в играх и тому подобному. Пойдем к тестам. Троттлинг тест выдал 256 гипсов минимально, максимально 361 гипс и в среднем 320 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в CPU сингл-коре 1003 балла, в мультикоре 3390 баллов и в GPU с коре 4139 баллов. В Antutu устройство выдало отличные 941 тысячу попугаев, сторож тест показал для этого типа памяти шикарные 83663 балла. 45-минутный стресс-тест прошел смарт-достойно, результаты вы видите на экране. Теперь перейдем к еще одному немаловажному плюсу. Камеры. Основной сенсор Sony IMX 890 на 50 мегапикселей с апертурой 1.9 и оптической стабилизацией. Также есть сверхширокоугольный сенсор на 50 мегапикселей с цифровой стабилизацией и дополнительных 2-мегапиксельный сенсор глубины. Максимальное разрешение для видеосъемки с этих двух сенсоров 4К 60 фпс. Фронтальный сенсор также на 50 мегапикселей с максимальным разрешением 4К 60 фпс. Вспомогательных функций, режимов, фильтров и тому подобному на борту более чем достаточно. К примеру, есть двойное видео, камера ИИ, бьюти-режим, фильтры, фокусировка с помощью ИИ, портретный режим, режим Super Night, замедленная съемка и не только. Первый пример это съемка общего плана на основной сенсор в разрешении 4К 60 фпс на улице в статичном положении. Цветопередача приятная и натуральная, выглядит картинка хорошо, детализация отличная. Да и со светом, как и с темными участками, 30 Pro 5G справляется шикарно. Второй пример. Основной сенсор съемка общего плана с двух рук в разрешении 4К 60 фпс на улице в движении. В этом примере можно заметить, насколько плавно отрабатывает оптическая стабилизация, если пытаться снимать аккуратно без лишней тряски. Третий пример. Также тест оптической стабилизации на основном сенсоре в разрешении 4К 60 фпс на улице, но уже при быстром шаге. Даже в таком сценарии использования изображение на выходе получается достойным. К примеру, подобный формат съемки подойдет для взрывных роликов со спортивного зала, съемки экстремальных видов спорта, где необходимо передать скорость и мощь. Четвертый пример. Съемка на основной сенсор 4К 60 фпс. Проверка автоматической регулировки фокуса. При смене с ближнего объекта на общий план можно заметить, как плавно отрабатывает автофокус, резких рывков нет и фокус без причины не теряет объект. Пятый пример. Съемка в 4К 60 фпс на сверхширик. К плюсам данного сенсора отнесу широкий угол обзора, минимальное искажение и хорошую детализацию. Шестой пример. Съемка на фронтальный сенсор в статичном положении с разрешением 4К 60 фпс. К моему удивлению, фронтальный сенсор показал себя так же хорошо, как и основной в плане цветопередачи, детализации, работы со светом и автоматической фокусировкой. Далее. Фотографирует смартфон, учитывая алгоритмы и характеристики камеры, отлично. Круто, что смартфон спокойно справляется с различными поставленными задачами, будь то портрет, пейзаж, предметная фотосъемка, ночная и так далее. В целом вы и сами видите, что камера это одна из сильных сторон данной модели. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмируя из плюсов, Tecno Common 30 Pro 5G я бы выделил однозначно характеристики флагманского уровня по более доступной цене, дизайн, производительность, большой объем внутренней памяти, хороший тип оперативной памяти, отличный амолед-экран с частотой обновления до 144 Гц, камеры, различные вспомогательные функции и технологии для реализации своих идей в сфере видео, и фото-контента, автономность и удобная операционная система. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!